Кошмар, апокалипсис, трагедия. Так сегодня говорят после увиденного на наших землях. За годы оккупации со стороны Армении они превращены в руины. К сожалению, своевременно мир не оказал этой проблеме должного внимания. Агрессор творил в прямом смысле слова, что хотел. Теперь в регионе новые реалии. Азербайджан самостоятельно решил вопрос. Сейчас, вернув территорию под свой контроль, по особому распоряжению президента Ильхама Алиева, на освобожденные земли совершают визиты делегации из разных государств, местные и зарубежные СМИ, религиозные деятели. На связи с нами представитель Бакинско-Азербайджанской епархии, Русской Православной Церкви Константин Поминов. Отец Константин, здравствуйте, рады вас видеть. Добрый день, здравствуйте. Итак, вы посетили на этой неделе освобожденный от армянской оккупации город Агдам и пострадавший во время боевых действий в Карабахе город Барда. Как можно назвать, охарактеризовать то, что вы там увидели? Вы знаете, чувства очень противоречивые и очень двоякие. С одной стороны, наполняет гордость за нашу страну, за нашего президента, верховного главнокомандующего, за нашу армию, что такой сложный участок, очень сложный участок освобожден, и Агдамский район вернулся вновь свои законные, как говорится, владельцам территориальной целостности Азербайджана, восстановилась. Но, с другой стороны, чувство безмерной горечи и скорби. Начиная от самой Барды, когда мы ехали и в селах, и в самой Барде, немало разрушений, немало разрушенных домов, крыши домов. Такое впечатление, как будто консервным ножом скрывали. Это, видимо, осколки минометов, артиллерии, артиллерийских снарядов, ракет. На протяжении всего пути, от Барды до Агдама, работали саперы, потому что все поля, все холмики, все полностью практически заминированы. И, что удивительно, нету карты этих минных полей. Это работа ни на месяц, ни на два, если не на годы. Ну и, конечно, тягостное впечатление, ужасное впечатление оставил себе сам Агдам. Когда-то, в 83-м году, будучи молодым человеком, я посетил Агдам. И вот впечатления юности, они хорошо отпечатались в моем сознании. Это был цветущий, красивый город, много старинных зданий. Зданий не просто старинных, а именно исторических зданий. Сейчас же, знаете, наверное, Хиросима лучше выглядела после атомной бомбардировки, чем Агдам. Ни одного живого строения. Более того, если бы только стены были разрушены и крыши, фундаменты взорваны и разрушены. В самом Агдаме, я вот бывший военный, я пригляделся, на многих местах воткнуты таблички с цифрами. Это значит пристрелочные координаты. Видимо, армяне просто использовали Агдам как полигон. И вот по этим пристрелочным местам они били, а там стояли жилые дома, там стояли государственные здания, учреждения. Агданский театр вообще в руинах, ни фонтана, ничего. Одни воронки. Единственное, стоят три арочки от входа. Вот как они сохранились просто чудом. И чудом, наверное, что вот еще более-менее сохранились два строения. Это первая резиденция Панахали Хана, основателя Агдама. И то она в ужасном состоянии. И вот мечеть. Мечеть более-менее. И то с дырами в куполах, с дырами от снарядов в стенах. Но она осталась цела. Я не знаю, это просто, наверное, милость Божия, что такое произошло. Впечатление тягостное. Тягостное. По юношеским воспоминаниям, для меня это просто катастрофа. Это беда. И все это легло на плечи нашего народа. Конечно, господин президент и правительство будут гарантами того, что эти земли восстановятся. Но какой это труд. Какое это и реставраторов, и историков, и архитекторов надо привлекать. Это очень серьезная работа. Это не на месяц, не на год, и даже, может быть, не на десятилетия. Потому что очень сложно. Все заминировано, все уничтожено. Вот что сегодня можно сказать о тех, кто все это сделал? Конечно же, об армянской стороне. Я даже не могу подобрать слов. Это какое-то духовное извращение, культурное извращение. Это какой-то духовный терроризм. Я обращал внимание, когда армяне захватывали в Первую Карабахскую войну наши земли, первое, что они начинали делать, уничтожать, убивать людей, зверствовать. И обратил внимание на то, как поступала азербайджанская армия в дни вот этой последней нашей освободительной войны. Когда азербайджанские солдаты находили мечеть, они бежали туда молиться. И это было радостно настолько, что мы, несмотря на 30 лет оккупации, несмотря на весь геноцид, несмотря на всю скорбь, наш народ, он не озверел. Он остался адекватным, он остался любвеобильным, терпеливым. И мы, в отличие от армян, повели себя именно по-человечески, с достоинством, освобождая свои земли. Мы не преследовали, не уничтожали мирное население. Мы пробовали эти территории в свой дом. Это наша земля. Мы ни на сантиметры не продвинулись вперед на территорию Армении. Мы вернулись в свое. И вот отношение к этому, оно, ну, наверное, Бог любит просто азербайджан. Бог просто действительно услышал молитвы азербайджанского народа. И вновь восстановилась справедливость. Отец Константин, сегодня в социальных сетях армяне, допустим, пишут, когда вот мы распространяем кадры, что стало с нашими землями, они пишут такое оправдание себе, ну, а что вы хотели? Это же была война. Ну, допустим, даже война. А как можно вот совершать акты вандализма, разрушать мечети, храмы, святые места, минировать те же кладбища, зная, что в первую очередь, когда туда придут люди, они захотят посетить места, где покоятся их предки? Ну, воин много на земле происходило и происходит. Ну, понятно, что война, любая война несет разрешение. Это естественно, разрешение бывает. Но не так капитально. Не настолько, что ни одного дома не осталось. Этого не может быть. Война была, очень тяжелейшая война со страшным агрессором, с фашистами, гитлеровскими захватчиками. Да, были поврежденные здания. Да, было много руин, было много развалин, но тем не менее, что-то оставалось, что-то было целым. Здесь нет ничего. Вот я говорю, Хиросима, наверное, это один к одному, если даже Ахдам не хуже. Потому что у Хиросимы тоже на окраине Хиросимы какие-то здания остались. Здесь ни на окраинах, ни в ближайших селах ничего нет. Я просто не могу понять, для чего это делать надо было. Это делалось не во время военных действий. Явно видно, что это делалось уже в более поздние времена. Например, во время военных действий. В селе Куропаткино находился православный храм. Он после захвата армянами Худжавенского района оставался целым. Но затем армяне там устроили полигон. И храм окончательно разрушился. Остались только руины от него. Это же не во время военных действий он пострадал. Это уже позже, за 30 лет оккупации это было все сделано. Ни одного посаженного дерева там нет. Ни одного. Ничего не выращено, ничего не создано, кроме боевых позиций. Для чего уничтожать полностью все строения? Я уверен, что когда покидали и Агдам, и Шушу, наверняка оставалось немало живых целых зданий. И входили когда в город армяне, они оставались эти здания целыми. Но потом, в течение 30 лет, это было все зверски уничтожено. Это варварство. Я просто по-другому не могу назвать. Варвары, дикие, дорвавшиеся до чего-то, и вот уничтожали с лица земли, стирают города. Смысл этого непонятен. Мне, например, и многим, вот мы были когда в Агдаме из управления мусульман Кавказа, хаджи многие, ахунды и иудеи были присутствовали, наши христианские направления. Все говорили, а для чего это было делать? Мы просто не можем понять. Но захватили город, хорошо обустроили свои позиции, на здоровье. Вы захватчики. Зачем стирать с лица земли? И это видно, что это было в более поздние времена. Это не во время войны разрушено. Спасибо вам большое за ваш комментарий подробный. Спасибо большое. Помощи Божьей. Спасибо. Всего доброго. Напомню о поездке представителей религиозных общин в Азербайджане в освобожденный Агдам нам рассказал Константин Поминов, пресс-секретарь Бакинско-Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви.